Мы привыкли к тестам, мы привыкли и к квестам. Квест и тест – близнецы-братья. И там, и там надо отвечать на вопросы и показывать свои умения. Даже если дело происходит на спортивной площадке, где принято больше полагаться на свою силу и ловкость. О таких условиях для занятий спортом в школе можно только мечтать. Например, в моей школе ничего подобного не было. А здесь, в 34-й школе, просто идеал. Здесь кажется, что спорт везде. Но его еще надо найти. Этому и посвящена игра «Квест». Квест в переводе – «Поезд». И им занимаются 13 лучших школьных команд городского округа. В каждой команде по 6 участников. Поровну юношей и девушек. Задания для них, конечно, отличаются. Но на скакалке, например, девушки легко перепрыгивают юношей, а те, в свою очередь, легче и быстрее отжимаются. Хотя претензий к физической форме сегодняшних старшеклассников слышится немало. Но общая оценка их состояния от преподавателей физкультуры не так пессимистична. Красивые, с прямой осаночкой, твердо и честно, то, наверное, на 4. Как ни странно, больше всего затруднений в ходе проведения квеста вызвали теоретические вопросы. Почти никто из ребят не ответил, когда дебютировала наша олимпийская сборная на зимних олимпиадах. Первое, что вспоминается, Московская олимпиада 80-го года – не то. Потом Сочинская 2014-го – тоже не то. Ведь наши олимпийцы стали побеждать на ледовых дорожках и лыжных трассах намного раньше. Еще в 1956-м году в «Картина Дэмпэца». Но это, пожалуй, только один вопрос, который остался без ответа. Штрафные баллы здесь не так велики. Тем более, что на спортивных площадках штрафов набрали намного меньше. У нас огромное количество ребят занимаются в каких-то дополнительных спортивных секциях. Я бы поставил четверку, твердую четверку. Твердая четверка – это хорошая оценка. Спортивный квест, как поиск своего спортивного «я», пройден с немалой пользой. Кто ищет, тот всегда найдет. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...